Консольный патруль представляет Личное дело Ну что тут у нас? Босс, мы его взяли Что ж, посмотрим Кто убивает моих пацанов? Ах так, да? Босс, может ты ему повязку со рта снять? Без тебя знаю Ног это было выдирать Я бы тебе там и все сказал бы Что за крей? Мы разберемся, босс Стоп, 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 стоп Какой бибэк? Какой бибэк? Где ты бибэк-то взял? Ну-ка дай сюда сценарий Терминатор? Кто ему дал сценарий Терминатора? Дайте сюда сценарий Робокопа ему Робокоп И больше ничего не путай Поехали заново Живым или мертвым Ты поешь со мной Да кто это вообще такой? Сейчас я тебе все расскажу Консоль Патрол Привет, Редаконсольщики Привет всем Привет, Серега Привет, Паш Ну что, я посмотрел на полочку Я так понимаю, что мы сегодня снимаем личное дело Робокопа Ты уже все подготовил? Конечно Показывай Ну начнем, Паш, естественно, с досье Имя до смерти Алекс Мерфи Имя после смерти Робокоп Должность Полицейский Место службы Департамент полиции, город Детройт Семья Джеймс Патрик Мерфи, отец Эллен Мерфи, жена Джеймс Мерфи, сын Основное оружие Пистолет, авто 9 Напарник Офицер Энн Льюис Преступники Ричард Дик Джонс Старший президент ОСП Кларенс Бодикер Лидер банды Каин Лидер культа Нук, он же Робокоп 2 Обычно после досье у нас идет краткая история персонажа Но так как Робокоп появился впервые в кино, поэтому начинаем с кино Робокоп в кино Итак, первый фильм по Робокопу вышел в 1987 году И режиссером стал Пул Верховен Кстати, ты смотрел первую часть? Ну, конечно, смотрел, кто ее не смотрел? Мало ли Я очень хорошо запомнил тот момент, когда я сидел, играл то ли в солдатиков каких-то, то ли там в лего, я не помню И вот эта реклама НТВшная пошла каждую субботу, первый, второй, третий Робокоп А это была середина недели, я был в таком шоке Я эту субботу ждал, наверное, как и все на улице ходили, обсуждали этот момент Ну, ты по-любому помнишь И вот настала эта долгожданная суббота Я залип, я охренел Я был в диком восторге И ждал, конечно, следующую субботу И целую неделю мы вот это все обсуждали, переминали, в общем, все как положено Когда появился сам фильм, в начале 90-х, он сразу же набрал популярность Да, я с тобой соглашусь, потому что журналы в то время печатали истории про Робокопа Выносили его на обложку Например, журнал Видео Аз Это тот, который Видео Аз Дэнди? Нет, до того, как он стал Видео Аз Дэнди, он был просто Видео Аз Они занимались обзором фильмов на свежие новинки Потом, когда видеоигр набрали популярность, они шли в ногу со временем Соответственно, они стали Видео Аз Дэнди До того, как появился журнал Видео Аз Дэнди Был журнал Видео Аз Корона Который, скорее всего, не зашел зрителю И они быстренько его перелопатили в Видео Аз Дэнди Что же касается самого фильма, то рассказывать про него я долго не буду Так как его не смотрел только ленивый А уж сколько роликов на эту тему снято, не сосчитать Я просто кратенько напомню, что в нем рассказывается история Робокопа Откуда он появился и кем стал Живой или мертвый ты пойдешь со мной Алекс Джеймс Мерфи был полицейским города Детроит Который был жестоко убит при исполнении служебных обязанностей Печально известным криминальным боссом Кларесом Бодикером Наверное, ты думаешь, что я не очень хороший парень, да? Я думаю, что ты мразь Некоторые из его органических компонентов были позже интегрированы в кибернетический правоохранительный орган Robocop OCP Crime Prevention Unit 001 Мозги нового электронного полицейского были перепрограммированы И все воспоминания о прошлой жизни стерты Но вскоре после активации Робокоп начал вспоминать моменты из жизни Мерфи Стали возвращаться воспоминания о его семье и о его убийстве Офицер Льюис узнала в Робокопе своего напарника И помогла ему заново открыть для себя прошлое Эти воспоминания помогли Робокопу стать тем самым Алексом Мерфи, которым он был когда-то Роль Робокопа исполнил Питер Уэллер Слоган фильма звучит так Частично человек, частично машина Целиком полицейский Будущие охраны правопорядка Избегайте неприятностей Да, Паш, первый фильм про Робокопа получился просто отличнейший И неудивительно, что уже через три года, в 1990 году, вышел фильм Робокоп 2 Кстати, он считается менее успешным первой части Но я скажу честно, когда я был мелкий и все мои друзья были мелкие или там подростками Все были в диком восторге, потому что роботов было в два раза больше Экшена было, по-моему, тоже в два раза больше Все пылало, горело, стрелялось, идет так Поэтому, как по мне, все было очень круто Подожди, давай все по порядку Для начала скажу, что второй фильм является прямым продолжением первого Питер Уэллер вновь сыграл роль Робокопа А режиссером на этот раз стал Ирвин Киршнер В картине робот-полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта На этот раз ему предстоит уничтожить фабрику, которая незаконно производит новый вид наркотиков А возглавляет ее некий персонаж по имени Каин У Сипи тем временем тщетно пытается создать Робокопа 2 Но все созданные модели погибают, заканчивая жизнь самоубийством В воле случая вторым Робокопом становится тот самый Каин Лидер клана Нюк Только намного более технологичным и жестоким Во время открытия Дельта-Сити происходит финальная битва между Робокопом и Робокопом 2 Та самая битва, которая была настолько крутой, что запомнилась нам на долгие годы Питер Уэллер остался недоволен картиной И это была его последняя роль в качестве робота-полицейского Его расстроило то, что сцены, которые делали Робокопа более человечным, были вырезаны в угоду экшену С ним согласились и многие критики, которые сочли, что личность человека, застрявшего в машине, не была должным образом раскрыта И те моральные вопросы, которые поставлены в первом фильме, попросту игнорируются Но вместе с тем успех фильму был обеспечен Ведь это было просто незабываемое зрелище для подростков того времени А вообще было бы интересно почитать, что писали в Видеоасе про Робокопа У меня, к сожалению, этого журнала нет Между прочим, в том самом журнале Видеоас публиковали наклейки с кадрами из фильмов И любой желающий мог их наклеить на кассету Да, и хоть эти кассеты и не становились лицензионными, но смотрелись гораздо симпатичнее и становились более узнаваемыми Их можно было поставить на полочку На ту самую полочку под телевизором со стеклянными дверцами А что насчет третьей части Робокопа? Ты ее смотрел? Ты знаешь, в 90-е годы она прошла мимо меня, и я не увидел того самого замечательного ранца Ну я тебе скажу честно, ты ничего не потерял Потому что к третьей части фильм скатился в какую-то кашу Его содержание я очень плохо помню Скажу тебе, что к тому времени Питер Уэллер покинул проект Его заменил актер Роби Джон Берг, который хорошо сыграл свою роль Но кроме повстанцев и ранца особо я ничего не помню, ничего не запоминается Сюжет проходной, поэтому для истории, конечно, знакомиться нужно, но не более того Основная сюжетная линия рассказ о группе повстанцев, сражающихся против ОУСИПИ Могущественная корпорация ОУСИПИ все еще одержима идеей строительства утопического города Дельта-Сити на месте Детройта Само сопротивление сформировано из-за бездольных городских жителей, которые попали на улицу благодаря ОУСИПИ Робокоп и его напарница Льюис вначале выступают против повстанцев Но поняв их правоту, в последний момент переходят на сторону восставших жителей города В ответ ОУСИПИ решает окончательно избавиться от Робокопа, ставшего корпорацией в тягость С этой целью в Детройт из японской компании Канамитсу прибывает андроид-самурай Последняя разработка японских инженеров по всем параметрам превосходящая Робокоп Полиция Детройта, считая преступными действия корпорации, единогласно бросает службу и берется за оружие Тогда корпорация вооружает уличных бандитов и бросает их на бой с полицией Тем временем Робокоп сходится в схватке с прибывшим из Японии самураем Японский робот, двигающийся значительно быстрее полицейского, сбивает его с ног и отрубает ему руку мечом Но в последний момент погибает от выпущенной Робокопом ракеты Робокоп, победив противника и используя реактивный ранец, позволяющий ему летать Вмешивается в почти проигранный полиции бой, уничтожая ракетами броневики и испребляя бандитов пулеметным огнем Уголовники терпят поражение и в панике бегут Полиция перехватывает инициативу и быстро наводит порядок в городе Лишенные домов люди получают обратно свои квартиры Робокоп приходит в офис главе корпорации, чтобы арестовать его за многочисленные преступления Однако главу защищает два андроида-самурая, каждый из которых сильнее и быстрее американского робота Тем не менее, друзья Робокопа ухитряются взломать программный код японских андроидов Заставляя их сражаться друг с другом В бою самураи гибнут, в них запускается механизм самоуничтожения Робокоп спасает своих друзей, унося их по воздуху за минуту до взрыва Кстати, кроме фильмов были еще сериалы, ты смотрел хотя бы один из них? Нет, нет, сериалы мне не попадались точно И я вот теперь думаю, как мы должным образом о них расскажем Ну для этого нам потребуется помощь Сейчас я позвоню агенту Лексу На самом деле, я рад, что мне досталась эта тема Про Робокопа не так много хороших игр Но вот Робокоп против Терминатора как раз пример хорошей игры И я с удовольствием про нее расскажу Выпустил ее... Да, Серега Алло, Алекс Ты уже готовишь обзор сериалов? Какие сериалы? Как какие? По Робокопу! В моем детстве ходила легенда о том, что про Робокопа было снято целых семь фильмов Но четыре из них показывали только в кинотеатрах И были они настолько редкие, что их мало кто видел Совсем маленьким я наткнулся на кассету с записанным на ней фильмом про Робокопа Ранее мне неизвестным Все, что я помнил, это злодей в желтом защитном костюме И девочку из третьей части, которая явно была в опасности Тогда я думал, что вот она, одна из тех редких частей И я оказался тем счастливчиком, которому удалось ее увидеть Теперь-то я знаю, что это была всего лишь пилотная серия сериала про Робокопа Снятого в Канаде в 1994 году Робокоп возвращается и снятый снова без Питера Уэллера Итак, сериалы, поехали! Поскольку сериалы, в отличие от фильмов, смотрели далеко не все Я уделю им немного больше времени, чем вы, фильмы Начиная еще с третьей части, произведения про Робокопа Растеряли свою мрачность и жестокость И стали ориентированы больше на детскую аудиторию Создатели окончательно признали, что именно среди более юных зрителей Робокоп гораздо популярнее Сериал сохранил этот вектор При том, что события сериала игнорируют события третьей части И на самом деле этот вектор большая проблема Робокоп никогда не стреляет в противников Максим выбивает выстрелом оружие из их рук Преступники всякий раз от него убегают А Робо использует маячки, чтобы найти их позже При этом зачастую не особо и торопясь И еще частенько попадая в ловушки К тому же практически в каждой серии герои выводят из строя В одной из серий УСП выделил на охрану некоторых зон добровольные отряды Под названием Кепки На самом же деле они были обычным сбродом Робо узнал это и пришел остановить И ты такой А сейчас он вам покажет Но все что сделает Робо Твоя работа служить обществу Защищать невиновных Стоять на страже закона Помни об этом или будет хуже Гораздо хуже Так их хочется иногда сказать Ты забыл что значит стрелять? Позже в таких зонах полицейским запрещено было появляться Робо также не мог пройти в эти зоны Нет допуска в пятую зону Ладно хватит Герой детства Дамы и господа В некоторых сериях полиция Робо вообще использует тактическую пену Чтобы люди на ней подскальзывались Ее выделяют для патрулирования как новое изобретение А к ней еще сапожки выдают Чтобы не скользить Вдвойне печально Что в основном враги Робокопа Это какие-то клоуны Которые совершенно не внушают никакого страха И не ощущаются как сильный враг За некоторыми исключениями Чего только стоит заклятый враг Роба Мордашка Морган Который выглядит как комедийная версия Фредди Крюгера Стал он таким из-за Робокопа И теперь хочет ему отомстить Появляется на протяжении всего сериала Постоянно то ли сбегая из тюрьмы То ли... Да хрен его знает А через пару серий они появляются вновь Целая серия посвящена тому Как мафиози Молотов шантажирует сержанта Чтобы он не давал показания против него Но в итоге проигрывает А буквально через две серии он снова на свободе Или чего стоит серия про группу военных Над которыми проводили опыты с химическим оружием И они теперь ассоциируют себя с героями Пусть силы зла трепещут этой ночью У правосудия теперь новый защитник Человек Мегабайт Вообще весь сериал это какой-то фарс Видимо создатели пытались продолжить Заигрывать с сатирой как в оригинальных фильмах И поэтому двенадцатая серия посвящена Репортерам которые ходят с преступниками На места преступления и снимают Как они например грабят И согласно поправке полиция не имеет права вмешаться То есть на полном серьезе преступники Звонят на их линию и говорят что сегодня Будут совершать преступления в таком-то месте Ребята с камеры микрофона выезжают Идут с преступниками и там записывают И комментируют каждый шаг Абсурд В сериале продолжено и развитие отношений с семьей Мерфи Появляется и жена и сын А также несколько серий посвящено родителям Алекса Отец Роба также был полицейским Поэтому в некоторых сериях они даже посотрудничают Забавно что сериал вроде как продолжение Первых двух фильмов Но при этом жена Мерфи даже не догадывается о том Кто находится под броней А робот тщательно скрывает от всех близких свою личность Отец в итоге единственный кто узнает эту тайну Пилотная серия была снята на основе одного из отмененных сценариев для второй части И длится вдвое больше остальных серий Посвящена она созданию компьютерной сети Которая бы контролировала все в городе И управляемая искусственным интеллектом Созданным с использованием мозга девушки Даяны, работающей на одного из злодеев Впоследствии она будет помогать Робокопу После того как он спасет ее от удаления И именно эту серию распространяли на кассетах Как полноценный фильм про Робокопа Она и попалась мне в детстве Так как сериал игнорирует события третьей части То и напарница Робокопа жива Но из-за проблем с авторскими правами Это вроде как и другой персонаж по имени Лиза Но мы-то знаем Еще нас знакомят с бывшим напарником Мерфи, Малоем Из-за его агрессивного поведения Он попал в тюрьму, где вследствие экспериментов Из него также сделали подобие киборга Некоторые серии скатываются в откровенный бред Чародеи, помогающие злодеям Появляющиеся с ударом молнии Прибор для мгновенной трансплантации внешности Нано-роботы, способные контролировать любые механизмы Кстати, в этой серии Главный злодей использует ячейку в банке С номером 666 Если вы еще недостаточно поняли, что он злой Кратко подводя итоги Это очень детский, практически комедийный процедуал С одним и тем же шаблоном на все серии И довольно маленьким бюджетом Даже озвучка движений Робокоп от этого страдает Не говоря про удешевление костюма В некоторых сериях робот словно лишний Как будто вписали его туда в последний момент Вспомнив название сериала Иногда все и вовсе выглядит как пародия Учитывая еще, что актер, исполняющий роль роба Ричард Иден Явно пытается имитировать движение Питера Уэллера Но иногда выглядит это неказисто И да, основная музыкальная тема Из фильма здесь звучит буквально один раз И вот в такой аранжировке Как будто и правда комедия Смотрите на свой страх и риск Но положительные моменты для себя Я все же выделил Это момент с допросом Джошу стало хуже Ого Что ого? Эй роба, прекращай, у них есть права Только этого не хватало Система дала сбой Такое уже бывало, ребята, дело плохо Полицейская жестокость Изобретите ему Не могу, он меня не слушает Режим расчленения Он порвет нас на части Просто скажите ему, на кого работаете Вам не уйти, он сейчас сорвется А также 10-й и 13-й серии 10-я серия, как по мне Наиболее близка к оригинальным фильмам Из-за неоднозначности персонажей 13-я серия же просто хороша в отрыве от Робокопа Довольно интересный сценарий Про мести супергероев А также мультипликационный закон А теперь Перейдем К 4-х серийному сериалу 2001-го года Робокоп. Основные директивы С новой сменой актера Его я видел в детстве по телевизору Даже помню, на какую конкретную сцену я случайно наткнулся Отпусти адвоката Сразу хочу сказать Что сериал был снят просто для того Чтобы использовать права на персонажа Пока они не истекли На этом можно было бы и закончить Но пару слов о сериале скажу На этот раз это продолжение третьего фильма о Робокопе Прошло 10 лет Робокоп потихоньку начинает устаревать К тому же OCP ввела закон о нулевой смертности А значит полицейским запрещено стрелять в преступников На фоне этого появляется таинственный народный мститель Который не чурается использование оружия Такой закон больше подошел бы предыдущему сериалу Хотя бы немного бы объяснил такое нежелание Роба стрелять Сериал основные директивы стал на порядок мрачнее и кровавее При еще меньшем бюджете Костюм стал выглядеть еще хуже Практически весь сюжет посвящен различным манипуляциям OCP Так как в этой версии компания убыточна Одним из сотрудников компании становится Джеймс Мерфи Который узнав что Робокоп это его отец Пылает к нему ненавистью и хочет уничтожить В сквозной линии идет сюжет первого напарника Алекса Мерфи Джона Кейбла Его история и воспоминания о работе с другом Алексом Кстати характер Алекса тут сильно изменился Возможно потому что показаны его ранние годы работы в полиции Но все же Что же до OCP? Что происходит? Один из сотрудников создает что-то вроде Метронекс из предыдущего сериала Компьютерную сеть под названием Святоша Которая будет контролировать все в городе А заодно хочет продать все инвесторам И таким образом поднять фирму Ну и с помощью нее убивает всю верхушку OCP Параллельно Сара Кейбл Бывшая жена Джона Кейбла Также сотрудница OCP Пытается избавиться от Робокопа Она подставляет своего бывшего мужа И в итоге роба убивает его А люди OCP делают вторую версию Робокопа Последняя же серия целиком посвящена уволенному сотруднику OCP Дэвиду Кейдику Который хочет использовать компьютерную сеть и ее ИИ для распространения своего вируса Сценарий же частенько скатывается в откровенный бред Супер тонкий телефон Выполненный в виде ручки с антенной Вызывает только смех А устройство для быстрого перемещения невидимости Недоумение Да и вообще все снято довольно дешево А игра некоторых актеров и вовсе бесит Но отдельно хотелось бы похвалить концовку Она довольно трагична и примирительна для многих героев Думаю, если бы создатели решили снять полнометражный фильм для телевидения Вложив в него бюджет, рассчитанный на сериал Переработали сюжетные линии без искусственного растягивания Вышло бы что-то более смотрибельное и даже достойное Но вышло, что вышло Музыкальное сопровождение вкупе с некоторыми сценами Создает впечатление, что ты смотришь какой-то Хотелось завершить Это довольно краткий рассказ Но много об этих сериалах говорить и не хочется К тому же грядущий новый фильм о Робокопе Обещает игнорировать все события после первой части Поступим и мы так же А рекомендовать к просмотру могу только самым ярым фанатам Которым необходимо хоть какое-то произведение про Роба Ведь как-никак тут можно увидеть бой двух роботов Робу и командора Кэша, сражающегося со злодеями И много-много философии от Алекса Мерфи Иногда стоит все же в чем-то искать плюсы А основным плюсом я считаю, что мне не придется обозревать ремейк 2014 года А за сериалы, Серег, с тебя двойной гонорар Ну а теперь небольшой постскриптум Записанный по прошествии некоторого времени После просмотра сериалов Дело в том, что при всей бюджетности и наивности Сериал 1994 года не вызывает какой-то ненависти Видно старание людей Попытка создать разнообразные сюжеты Раскрыть отношения Роба с его семьей Если вы до сих пор можете с удовольствием пересматривать третью часть То и сериал я смело могу вам рекомендовать В нем действительно есть интересные серии От которых я получил удовольствие Их конечно меньшая часть, но все же Актеры подобраны приятные Они также стараются отыгрывать свои роли Их персонажам сопереживаешь Что до сериала 2001 года То он на порядок хуже Просто потому, что он сильно растянут В нем много совершенно ненужных сцен Необходимых просто для увеличения хронометража При этом он не лишен интересных идей Но смотреть его попросту скучно При этом тут целых два Робокопа Но их тут очень мало Но хотя бы есть очень крутое появление второго Роба И так же концовка, которая мне понравилась Ну и Вестон сцена просто шедевральна Все остальное не особо-то и впечатляет По крайней мере не так, как должно Спасибо, Лекс, что ты уберег нас от просмотра данных сериалов Ты знаешь, мне пришла одна мысль Я вспомнил, что были еще мультсериалы Ты их видел? А, да, да, да Два В 1988 году компания Marvel на суд зрителей предоставила свой собственный мультсериал Такой А это оригинальная кассета? Нет, это кассета из середины 90-х Как ты можешь лицезреть, ее дизайн немножко видоизменен В отличии от оригинального Ну это нормально, потому что нужно было закрыть американские плашки Фотошопа как такового не было Но кассета очень сделана хорошо Как мы любим говорить, красиво и аккуратно Вот выходила их одна или две, я точно до сих пор не знаю Многие говорят, что выходило две, но я встречал только вот такую одну Данный мультсериал внес ряд изменений во вселенную Робокоп Чтобы сделать ее более подходящей для молодых зрителей Включая замену пуль лазерным оружием и перенос сериала в более научно-фантастическую обстановку В этом сериале у Робокопа была красная точка посредине визора, которая отсутствовала в оригинальном фильме Первый мультсериал Робокоп рассказ о полицейском киборге Алексе Мёрфи Который борется за спасение города старого Детройта От различных криминальных элементов А иногда и борется за возвращение своей человечности И сохранение своей полезности в глазах старика Председателя ОУСИП Во многих эпизодах Робокопу противостоит доктор Макнамара, создатель ED-260 И главный конкурент в финансовой поддержке ОУСИП Помимо этого он постоянно создает различные механические машины, которые угрожают Робокопу Хотя этот сериал основан на оригинальном фильме, в Робокопе и его окружении произошли значительные изменения Робокоп быстрее и имеет больший диапазон движений, чем в фильмах Старый Детройт также значительно более технологичен Лазеры заменяют пистолеты, роботы являются обычным явлением Помимо этого сериала, в 1998 году вышел новый Робокоп Команда Альфа Слушай, тут даже Робокоп как-то по-другому выглядит Да, как по мне он более футуристичный и такой посвежее Действие сериала происходит в 2030 году И посвящено возобновлению Робокопу после 5 лет автономного режима Чтобы помочь федеральной высокотехнологичной группе Альфа Дивизион В их бдительности и борьбе с D.I.R.C. Дирекция по анархии, мести и хаосу В сериале были многие из тех же сценаристов, которые внесли свой вклад в мультсериал 1980-х годов Но имели еще меньше общего с фильмами или телевизионными канонами, на которых он был основан Включая первый мультсериал Помимо самого Робокопа, сержант Рид единственный персонаж из фильмов в сериале В отличие от фильмов и предыдущих телевизионных воплощений, Робокоп никогда не снимает шлем в Альфа Команду Ну что ж, Паш, на этом фильмографию Робокопа можно заканчивать Да, можно было бы заканчивать, но ты забыл про Робокопа 2014 года Может не надо? Надо, Сережа, надо Я прекрасно помню, как ждал этот фильм Ведь впервые о его создании объявили в 2005 году Но позднее проект заморозили Вышел свет он только спустя 9 лет, в 2014 Начало у него было очень эпичным На экране мы увидели новости Кстати, картинку с этих новостей потом один в один скопировал наш первый канал И я замер в ожидании Фильм показал альтернативную историю Робокопа из будущего Ведь дело происходит в 2028 году Когда снимался фильм, было актуально рассказывать, какие террористы плохие И поэтому самое начало фильма именно этому и посвящено По этой же причине гибель Алекса Мерфи происходит от взрыва бомбы Заложенной в его автомобиль А вовсе не от отчаянного поступка полицейского Как в первом фильме Робокопу кроме головы и легких оставляют руку Видимо для того, чтобы носить супружеское кольцо Ну, либо чтобы можно было пытать, ломая пальцы В фильме показано два костюма Первый больше похож на классический А вот второй почему-то черный Да сделайте его черным Скажите мне, зачем? Теперь мы хотя бы одного цвета А, ну теперь понятно В результате всех изменений во внешнем виде и в поведении Робокопа Мы видим, что если прошлый Робокоп был такой тяжеловесной машиной То теперь это обычный чувак в костюме супергероя Что же касается сюжета То видно, что была попытка исправить огрехи прошлых частей Робокопа Но не получилось Робокоп так и не стал роботом с обрывками человеческих воспоминаний Что привело бы его к личной трагедии А стал просто человеком, у которого протез на все тело Кстати, в самом начале фильма как раз показывали протезы Что также доводило на эту мысль Как итог, фильм получился без претензий на гениальность и культовость Ну то есть обычным боевиком на один вечер Если, конечно, вы не уснете за его просмотром Ну что ж, вот такой фильм получился Ну все-таки я считаю, что он не настолько поганый, как о нем принято считать И вообще им нужно было просто запустить его как продолжение Как некоторые новые события, происходящие спустя 20-30 лет, а не перезапускать И тогда вопросов было бы меньше А еще я хочу добавить, что лучше бы внешне он выглядел ближе к нашему любимому металлическому Робокопу Как все мы привыкли, в том числе и в играх Робокоп в играх Игры про Робокопа, точно так же как и фильма, разделяются на три части Но еще есть игра, которая вмещает в себя две франшизы Это Робокоп против Терминатора Первая игра про Робокопа выходила на разные платформы Но мы, к сожалению, имели возможность поиграть только вот в такой желтый картреш Робокоп ТВ Гейм А ты уверен, что там первая часть? Ну тут же вроде никаких цифр нету Ну я бы проверил на твоем месте Ну давай проверим Бери консоль Слушай, ты был прав, тут вторая часть Окей, а что ты можешь рассказать по поводу первой части Робокопа для Дэнди? Ты в нее играл? Ну в эту игру я поиграл года три назад И вот когда я ее раньше визуально смотрел Она меня сильно раздражала После того, как я поиграл, она мне стала нравиться больше Она весьма сильно приближена к фильму Робокоп ходит, он не прыгает Пистолет у него в ноге У этой определенное время он бьет с кулака всех в морду Такая она немножко медленная Но музычка запоминающаяся и игра на четверочку, как по мне Да, музыка там классная И, кстати, наш друг Миша, который делает нам каверы для всех наших игр Сделал каверу на музыку из данной игры Раз ты до этого упомянул Прочие версии, может быть, ты о них и расскажешь Давай Одной из первых вышла игра для платформы Apple 2 Внешний вид Робокопа здесь скорее напоминает медика в белом костюме С синими бахилами на руках Который отправился на борьбу с новым вирусом Уровни хоть и яркие, но не покидает чувство, что рисовались они в пейнте Музыки в игре нет, только щучки, изображающие выстрелы Но это и понятно, железные ограничения Версия для Commodore 64 уже поинтереснее Игра получилась в узнаваемой коммодоровской цветовой палитре И, конечно же, с коммодоровской музыкой Геймплей произошли небольшие изменения Ведь появился тир и что-то похожее на мини-игру с фотороботом Примерно такая же игра получилась на спектурами и MSX Только сам геймплей монохромный Цветная только рамка и элементы панели данных Удачнее всего, как по мне, получилась версия для Amiga Здесь уже и интересная прорисовка уровней И разнообразное оружие И тот же самый тир Хотя музыка, конечно же, не такая, как на коммодоре Ну, она хотя бы есть Но самая крутая версия, естественно, была на аркадном автомате Тут уже и графика, и музыка просто отличные Прекрасно анимированные спрайты И разнообразный геймплей не дадут вам заскучать А учитывая то, что можно играть, подбрасывая виртуальные монетки В аркадный автомат Игра не покажется настолько уж сложной В общем, для прохождения первого робокопа Я бы рекомендовал именно эту версию Еще по робокопу был пинбол Но, к сожалению, я в пинболе ничего не смыслю Поэтому передаю слово знающему человеку Всем привет, меня зовут Фуза И я веду на ютубе канал о пинболах Сегодня специально для канала Консоль Патрол Я немного расскажу про пинбол робокоп Итак, эта игра вышла в 1989 году Через два года после того, как вышла первая часть одноименного фильма На которой был и основан геймплей этого пинбола Выпустила его компания Dataist в количестве 1500 экземпляров И на самом деле для пинболов это очень скромный тираж Поскольку бывали игры, которые продавали с тиражом более 20 тысяч копий Например, пинбол Addams Family был продан в количестве 20 тысяч 470 экземпляров Но это если я ничего не путаю Итак, вернемся к пинболу робокоп В нем тоже были свои фишки Первая фишка была в том, что в них использовались новые флипперы Которые разработала компания Dataist А презентовал их сам Гарри Стерн, будучи на тот момент менеджером этой компании Кстати, Гарри Стерн — это совладелец компании Stern Pinball Который на текущий момент является крупнейшим производителем пинболов в мире Но вернемся в те года Компания Dataist обещала, что их новые флипперы не будут ломаться в течение одного года А если такое и произойдет, то они бесплатно обещали их заменить Второй факт про этот пинбол Он был продан в количестве 1500 экземпляров, как я говорил ранее Но он не получил большой любви у любителей пинболов Да и сам геймдизайнер не очень был доволен, какое у него получилось поле на этом пинболе И впоследствии было решено это поле немножко допилить И в 1991 году появилась игра Checkpoint Которая по факту являлась допиленной версией пинбола Robocop Вот как-то так, вкратце, если рассказать вам про этот пинбольщик Если вас интересует тема пинбола, я думаю, ссылочка будет в описании к этому ролику Всем спасибо за внимание Пока! Спасибо, Фузо, за интересную заметку Конечно, ссылочка в описании Ах да, забыл сказать про портативные версии Версия для геймбоя особо не отличается от своих компьютерных собратьев Все так же идем и стреляем во все, что движется А версия для геймбоя Color отличается довольно-таки сильно Ведь Робаков здесь показан сверху Здесь его задачами являются убийство бандитов и защита гражданских А иногда поиск предметов, спрятанных по уровню Между миссиями вы возвращаетесь в участок, где можете побеседовать с коллегами Также должна была выйти игра для геймбоя Advance Издателем которой должен был быть Титус Но последний момент она была отменена Основывалась она на аркадной версии Робокопа И имела довольно-таки неплохую графику Но, к сожалению, игра так и не увидела свет Зато сейчас в нее можно поиграть на эмуляторе Да, конечно, с первой частью вышло небольшое недоразумение Но вот на этом картридже точно вторая часть Паша, ты вообще в вторую часть играл? Играл, играл, но мне не очень нравится эта игра Она красивая Робокоп стал такой, знаешь, более плотный на пирожках бабушкиных Графончик такой вылизан Но вот эта механика Ocean, как у Даркмана, да, вот один в один Она прям ужасно, эти разгоны, прицеливания Я такое не люблю, то есть по мне это фу Ну, может быть тебе понравится Робокоп с других платформ? Я точно знаю, какая версия тебе понравится Но начну я не с нее А начну с игры для геймбоя И она не сильно отличается от своего 8-битного собрата с Денди Хотя дизайн уровней другой Все те же скольжения не дадут полноценно насладиться игрой А вот версия для Commodore 64 вообще ничем не отличается от версии Денди Единственная другая цветовая палитра И еще она без музыки Также ходим и уничтожаем бандитов И бутылочки с наркотиком Нюк А вот на платформе Spectrum мы видим уже совсем другую игру С более медленным и размеренным геймплеем Тут нет уже тех неприятных скольжений И единственное, что отталкивает, это вырвиглазная зеленая картинка Хотя на некоторых уровнях ее цвет меняется Версия для Amiga на голову выше своих собратьев Тут уже и приятное управление, и очень красивая графика и анимация Есть здесь и мини-игры, как на других платформах Но уже не настолько отталкивающие Например, головоломка, состоящая из микросхем И тир А вот теперь игра, которую я категорически рекомендую всем ретро-консольщикам И это аркадная версия Про отличную картинку, музыку я говорить не буду Здесь это все есть Но самое главное, что здесь огромное количество разнообразных механик Начинаете вы с битэмапа Ну, точнее, с шутэмапа, так как вы стреляете из оружия Потом тир с видом от третьего лица Которым вы отстреливаете бандитов в переулке Не забудьте попутно смять в лепешку бандитский автомобиль Еще миг, и вы едете на мотоцикле Уничтожая из оружия бандитские грузовики Разнообразные враги, от зомби до механических роботов Крутое оружие и нескучный геймплей Делают эту игру, пожалуй, лучшей игрой серии игр про робокопа А вот для любителей советской электроники выходила портативка Геймплей у нее, конечно, более продвинутый, чем в Ну Погоди Но соревноваться с тем же геймбоем у нее смысла нет Ведь время таких консолей безвозвратно ушло Кстати, по третьей части тоже выпускалась подобная портативка Ну а теперь, Паш, приступим к третьему робокопу Подожди Ну это на Сегу робокоп третий А мы еще с Дэнди третьей частью с тобой не закончили Подожди, третья на Дэнди ты имеешь ввиду это робокоп 3 супер резкью? Что это такое? Ну это японская версия Шаттерхэнда под названием Soul Brain А, я понял, да, она мне встречалась, я в нее играл Игра прикольная, но была и забагованная Потому что где-то уровни могли зацикливаться, и ты не мог пройти дальше Но были рабочие версии, но суть не об этом Я про третьего обыкновенного робокопа А, то есть ты про того робокопа, который у нас выходил под названием Робокоп 4? Наверное Да, у нас была такая версия, причем китайцы закрасили цифру 3 черным квадратом Да, такая тоже встречалась, там троечка торчала снизу Да, они даже не полностью закрасили троечку Зачем? Ну такие китайцы Да Так вот, вернемся к тому, с чего начали Третью часть, мне кажется, у нас попадалась чаще всего В нее играли многие Я знаю людей, которые сейчас утверждают, что они не любят совершенно Им не нравится механика, их бесит, что робокоп умеет прыгать Я из детства такого не помню Все были в восторге Робокоп, классно Все точились от этой заставки Включали просто послушать музыку Музыка там просто шикарна А ты вспомни, там робокопа надо было чинить между уровнями Атмосфера уровней, как они нарисованы Крупный спрайт По мне игра великолепная В детстве как раз очень тяжелый Дальше, по-моему, второго уровня я не проходил Только уже во взрослой жизни я там ромчики скачал, побаловался, разобрался И спустя годы я узнал, что там вообще есть секреты Ты знаешь об этом? Ты имеешь в виду двери? Да, мало кто вообще знал, что там есть какие-то повырапы То есть эта игра до сих пор вызывает какие-то такие необычные чувства Ты открываешь что-то новое А когда ты в первый раз видишь, что там можно летать на ранце Как в третьей части фильма То, я думаю, очень круто сопоставлять эти две, так сказать, версии Ну, игры и фильмы А вот версия на Sega мне в детстве ни разу не попадалась Мне тоже Хотя она была и на Sega, и на Super Nintendo, и на множестве других платформ Начну, пожалуй, с версий, которые похожи на нашего любимого робокопа для NES Это игры для Commodore 64 и Spectrum Начинаются они с тира Но за ним уже идет знакомая версия В том числе и этап с полетом на ранце Со всем особняком стоит продвинутая 3D-версия для компьютеров MS-DOS, Amiga и Atari ST Это что-то уж совсем из раннего 3D, где враги это какие-то тени А оружие это зеленый крестик Ну и что, что графика совсем примитивная Зато здесь можно погонять на полицейской машине Ну а про консольные версии я долго рассказывать не буду Ведь версии и для Mega Drive, и для SNES, и для Master System, и для Game Gear Были практически одинаковыми Да, они отличались графикой Но по сути это была одна и та же игра с каким-то запредельным уровнем сложности Кроме этапа, где мы идем и стреляем во все, что движется Есть еще этап с полетом на ранце И выглядит он как классический шмап Картинка, да, красивая Но без нужной сноровки не пройти даже первый этап У меня лично не получилось Но вот такие были версии третьего робокопа Ну давай все-таки по чесноку Это игра посредственная А у нас была возможность поиграть в более интересные вещи Спасибо нашим любимым пиратам И о ней сейчас мы поговорим Это конечно же робокоп против терминатора Или же это робокоп против терминатора Ну вот Mega Drive, который у тебя в руках, да Визуально вот мне кажется более удачный С той точки зрения, что это такой продающий картридж Там и терминатор, и робокоп на обложке Дети сто пудов сразу говорили Мам, пап, купи, все дела А так конечно ничего сверхъестественного Это же европейская версия Да, да, да Вот у нас Genesis вариант Дизайн у нее конечно крутой И очень похож на SNES Но менее, менее продаваемый Еще здесь кстати в комплекте шел постер Давай я его покажу Такая вот офигительная картиночка Кстати, постер мне напоминает японскую версию картриджа Она тоже такая яркая И в стиле комиксов Вообще, знаешь сколько японская версия стоит? Сколько? Сойди на eBay и ты сойдешь с ума Нет, я еще хочу жить Вообще, самая лучшая версия этой игры Я считаю вот именно на Сежку Игра очень красивая Уровни разнообразные Гора оружия По сюжету терминатор идет Сражается с суперкомпьютером Скайнета Стреляет в терминаторов Еще в ней кстати очень много секретов На первом уровне есть секрет Там есть комната В которой есть фотографии разработчиков И 11 жизней А как попасть в эту комнату? Там нужно прыгать по воздуху А я кстати знаю еще один секрет Как набрать 54 жизни в робокопе Набрав специальный код А я не знал кстати Более того, когда ты наберешь этот код Ты попадешь в специальную комнату И там будет написан еще один код И ты, введя этот код Можешь выбрать любое оружие в игре Интересно кстати Код и кот Код, а внутри него еще кот Нормально Это беременная кошка получается Да, а вот версия для Супер Нинтендо Была у нас не так популярна Но при этом она очень сильно Отличается от версии для Сега Мегадрайв Здесь немного другая завязка Из будущего перемещается Солдат сопротивления Фло И она должна убить робокопа И препятствовать созданию Скайнета Скайнет следом за ней посылает Терминаторов Но вскоре робокоп узнает Правду от Фло И отправляется уничтожить Скайнет Об этом мы узнаем из комиксов Которые появляются между этапами Играя за робокопа мы опять появляемся На темных улицах Детройта Где можно найти разнообразное оружие Но кроме этого в процессе игры Нам дадут порулить большой механической машиной С видом от первого лица Версия для Мастер Систем и Гейм Гир Больше всего напоминают серию Мегадрайв Ну естественно с более худшей графикой Но если вам наскучила версия для Мегадрайв Можно поиграть и в них А так версия для нашей любимой консоли Конечно же на голову выше И последняя версия Которую хотелось бы рассказать Это версия для Геймбоя Если рассматривать все предыдущие части Для Геймбоя О которых я уже говорил Это пожалуй самое лучшее Тут не просто идешь по прямой и стреляешь А иногда надо совсем немного подумать Чтобы продвинуться дальше Например если на первом этапе дорогу пригодил пожар То можно пройти через канализацию Ну вот собственно я рассказал про все версии Которые были в игре робокоп против терминатора Слушай мы с тобой забыли про NES Да да это тот самый прототип Который официально не вышел Точно Слушай а ты у него вообще играл? Да играл Я почти прошел эту игру Потом забросил Там время нету Взрослая жизнь Работа Мне очень понравилась игра на самом деле Сначала она мне не давалась А потом пошло поехало Весьма забавная Ну она классная Да Я правда еще не проходил ее Но я подошел по парочку первых уровней Вот и мне прямо она зашла Жалко что ее не было в детстве Сто процентов Потому что я думаю Она бы имела хороший успех И робокопа бы точно затмело Первого второго так точно Ну что ж Паш с играми мне кажется можно заканчивать Почти Вот самое крайнее осталось и все Еще одно? Да Вот 3D робокоп Это игра в жанре шутера первого лица По одноименному фильму Разработанная Titus Interactive Она выходила для Xbox PlayStation 2 На PC И для Gamecube Игра конечно настолько ни о чем Что особенно о ней ничего не скажешь А еще в нашем досье Есть вот такой шикарнейший постер Серега Вот ты сам вообще в игры про робокоп Играл в какие-нибудь? Ну на самом деле у меня в детстве была только одна Это робокоп 3 Но я знал о других играх из передачи Дэнди Новая Реальность И из журналов Дэнди Сергей Супонев в передаче Дэнди Новая Реальность Рассказывал нам про робокопа против терминатора Для платформы Gameboy А также про того самого робокопа 3 Shutterhand Робокоп против терминатора Мы не собираемся вам показывать сегодня фрагменты Из этих фильмов, потому что нет, я уверен Ни одного человека, который не видел терминатора Ну с робокопом может быть чуть сложнее По крайней мере обе этих картины очень известны Именно поэтому создатель этой игры Фирма Интерплей решила встретиться С обоими героями в одной игрушке То есть столкнуть их лбами Признаюсь сразу, мне как не очень опытному игроку Столкнуть их лбами не удалось Но не нашел я в Gameboy функции Как робокопу сражаться с терминатором Может быть ее и нет в принципе А может быть просто я чего-то такого не дадумал Ну а игра, как вы видите Псевдо-трехмерная бродилка-стрелялка Как вы знаете, и робокоп, и терминатор Люди не настоящие Они сделаны из железа, пластмассы Мяса, колбасы и других пищевых продуктов Но это не значит, что их нельзя убить Еще как можно Поэтому будьте внимательны И смотрите на указатели жизни и здоровья Удачи вам, робокопы! А вот совсем другая, совсем другая игрушка Называется она робокоп, робот-полицейский И этот картридж, который также сейчас есть в продаже В торговой сети Dendy Называется Super Rescue Суперспасение Я думаю, что это нечто совсем другое, чем Флинстоун Давайте проверим Если перевести название одноименного фильма И игры на пустый язык, сохраняя все стилитические тонкости и заковыристости Получится вот так примерно Электромент То есть довольно обидно для людей в серых шинелях Но если вы уговорите участкового сесть поиграть на минуточку Вся его обида улетучится Он сорвет с потной головы фуражку И застучит по кнопкам джойстика, как из автомата Действительно, игра Robocop 3 Super Spasение А именно эту версию мы предлагаем вашему вниманию Уплекает с первых секунд Ну, во-первых, когда обстановочка на поле боя мрачная и таинственная Всегда интересно играть А во-вторых, огневая мощь электрического полицейского Столь велика и убедительна Что трудно удержаться от стрельбы по многочисленным мишеням Что касается мишеней Тут вот что Как всегда, если действия происходят на улицах города Обязательно найдется маленькая толпа придурков Которые мечутся туда-сюда с кусками колючей проволоки и ножами В надежде пристать к девушке Или придраться к молодому интеллигенту К счастью, наш герой к интеллигентам не относится Поэтому не понимает, как к таким уродам не врезать бабашке И врезает Представьте себе, врезает Да еще как Так что, если, проходя мимо отделения милиции в вашем районе Вы услышите из полуоткрытого окна Звуки очередей и тяжелые шаги кованых сапог Не беспокойтесь Город спит спокойно Это доблестные милиционеры По очереди играют на приставке Дэнди В Робокопа 3 А если по-нашему, то, впрочем, на русский я это уже переводил А еще я про игры узнавал из игровых журналов Дэнди и Великий Дракон В четырех из них выходили как раз статьи про Робокопа Это что? Авторская колонка Робокоп Меморис Что внутри Робокопа? С самого детства, когда я смотрел первые фильмы про Робокопа Мне больше всего хотелось узнать то, как он устроен Мне очень хотелось заглянуть ему под эту вот его механическую металлическую броню И поскольку он же робот И хотелось вот понять, как он работает Увидеть все вот эти вот его внутри якобы существующие механизмы Железки, провода Потому что детство, когда ты смотрел фильм Было гораздо проще поверить, что ты видишь не актера в костюме Пусть даже не металлического, а пластикового, загримированного А то, что ты видишь перед собой настоящего киборга Полуробота, у которого ноги сделаны из железа Руки из железа У него только лицо человеческое И очень хотелось себе это все Не то, чтобы представить, а увидеть воочию Тем более, что во втором фильме была сцена, где его распилили на несколько частей И там было это очень наглядно показано Но это было недолго и не целиком И мне очень хотелось представить себя после Терминатора Где все это ярко было показано в первой и второй части Как это было, как устроен, короче говоря, Робокоп Но не было никаких каких-то там игрушек Где можно было снять там вот этого на грудный панцирь И увидеть там какие-то механические детали Хотя я знаю, что эти игрушки где-то даже выпускали Но мне они не попадались никогда В тех же видеоидрах тоже это было немножко так нарисовано И тоже не совсем удовлетворяло мое любопытство И однажды я помню, что мой дружбан Которого зовут Илюха Возможно, его многие знают по моему каналу Когда ему было, наверное, лет 9 или 8 Мы с ним познакомились, когда нам обоим было по 7-8 лет И он мне однажды рассказал Когда я был у него дома в гостях Я копался в его игрушках И увидел у него, короче говоря, под шифонером настольные игры А шифонер у него был закрыт на ключе Я у него спрашивал, а что у тебя в шифонере? А он говорит, а я тебе не могу показать Я говорю, в смысле? Ну, намекни, типа, что там такое? Он говорит, там, короче, игра виртуальной реальности Я такой, что? Какая виртуальная реальность? А виртуальная реальность в то время Это что такое было? Это какие-то обрывочные сведения Про нитендовский виртуал бой, разве что Которые были в журналах некоторых Я такой, блин, а что за игра? Расскажи Он говорит, ну, типа, ты там надеваешь на себя костюм Короче, надеваешь шлем Надеваешь какие-то там вот Какие-то части на руки Берешь пистолет И ты играешь в робокопа, короче И ты ходишь, как робокоп И я такой, да ладно Да ты что? А как это вообще? Как это? Расскажи Почему ты мне не можешь показать? Он говорит, не могу Она потому что не работает Во-первых, она очень дорого стоит Мне мама запрещает Ее кому-то показывать А во-вторых, короче, там Что-то коротит И тебя может током ударить И я такой, ну, блин А как это? Что это за игра? Расскажи, короче Ну, типа, ты такое мне рассказываешь Ты берешь игрушечный пистолет Надеваешь шлем И играешь, как в третью часть На Денди Только вид не сбоку А вид, короче, у тебя из глаз И ты видишь свои руки Они механические Металлические У тебя шлем И я такой, блин Нифига себе Где ты взял? Ага, расскажи А где? А как? И что? Ну, он такой Ну, типа, это давно уже было Типа, мне мама Одна же купила Но поскольку игра сломалась Ее уже все никому не покажешь Она ее на ключ закрывает Я такой, ну, блин Ну, ладно Ну, что, зато прикольно Потом Следующие несколько месяцев Расспрашивал Другие свои друзья Не слышали Кто о такой игре К сожалению Оказалось, что никто не слышал И я в нее, к сожалению Так и не поиграл Илюха Тебе большой привет, братан Спасибо, Паш Тебе За твои Робокоп-меморис Зато теперь Благодаря личному делу Робокопа Каждый человек Может узнать Как внутри Выглядел тот самый Робокоп А помимо журналов Про Робокопа Где-нибудь можно было? Почитать Ну, конечно Выходили книги Под брендом Так сказать Бестселлеры Голливуда Или ВХС для нищих Как их называли Да Вообще, конечно Первую книгу написал Небезызвестный Артур Квари Я думаю Многие знают О каком авторе идет речь Книга, по сути Просто перекладка фильма Ну, скорее всего С какими-то Добавлениями Большими описаниями Конкретно Про Робокопа Я не знаю Использоваться здесь Оригинальный сценарий Как, например, в книжке Про Терминатора Я не могу этого сказать Но Читиво хорошее Интересное И вполне Пересказывает всю суть Как, в принципе, и вторая И третья книга А не других авторов Но суть неизменна В общем, это кино В буквах Помимо первой книжки Выходили еще две Ну, соответственно Это соответствует Количеству вышедших фильмов То есть первая Вторая, вторая и третья часть Авторы везде разные Суть одна и та же Да и вообще На самом деле Когда мы были маленькие Книжки мы читать не любили Вот комиксы мы бы почитали А так мы читали Игровые журналы Смотрели фильмы И, конечно же, что мы делали Играли в игрушки Бутлега выходило Огромное количество разного Вот Один из примеров Вот прям прямиком Из тех самых лет У него нет нагрудника Проблемы с пальцами Но он все так же жив И все так же Прекрасен Эй! Эй ты! Эй, да, это я! Алекс Мерфи! Эй! Эй, кто там? Кто? Какая жуть Он, кстати, похож А в нашем личном деле Мы привели еще Несколько примеров Игрушек Да, игрушка, конечно Классная Прям поверила Духом девяностых Кстати, а вот это Что такое у нас тут Стоит на полочке? Ну, это уже Чистая Американщина И такие комплекты Выходили Там внутри карточки Наклейка И жвачка И жвачка еще? Да Могу показать, что внутри Мне не жалко Слушай, давай посмотрим Давай откроем Опа! Жвачка разлетелась Разлетелась Ну, в принципе Неудивительно Я не рекомендовал бы Это есть Еще в комплекте Шла вот такая Наклейка С рукой Робокопа Их нужно было Собрать Несколько штучек Чтобы получилась Полная картина Там еще были Вот такие вот карточки Да, еще было Девять карточек С кадрами И шкафы И холодильники И маму с папой Да, да, да Слушай, а были же еще Наклейки В журналах Да, конечно Вот смотри Все здесь Все имеется К сожалению Получаются Обыкновенные бумажные наклейки А также Блестящие На металлической Основе Ну, это Соответственно Сами наклейки От Мерлин Которые мы клеили В альбом Визуально Может быть Их не все помнят Но если ты покажешь Заднюю сторону То Всех, естественно Приступ ностальгии Схватит Да, конечно Наклейки Мы все очень любили Единственное Что было бы здорово Если бы эти наклейки Были не с кадрами Из фильма А с картинками Типа комиксов Вот Помнишь была Жвачка Дональд Конечно И там были Офигительные комиксы Это была Моя любимая жвачка Кстати Вот если бы То же самое Про Робокопа Было бы Ну, про Робокопа Было Но были конкретные комиксы Именно комиксы Вот, смотри Выходили они в 90-м году Самые первые Издавал их Марвел Потом издавали их И в 90-х И издавали Робокопа Против Терминатора В 92-м Слушай Они же все На английском Получается были А на русском Комиксов Про Робокопа Не было? Официально нет Ну, в интернете Вы можете найти Переводы частные Так, официально Конечно И физически Не потрогаешь Хотя я не совсем прав Потому что Все-таки комикс На русском выходил Но он не лицензионный Это был сам издат И его выпускали В 90-м году Издательство Советская Сибирь То есть Наши авторы Переработали Наши художники Нарисовали И получился Черно-белый Весьма интересный Комикс Его, кстати Сейчас очень тяжело Найти Робокоп Выходил в 2000-х Комиксы 2003-й 2010-й Вот крайне Выходил В 2014-м году И возможно Будет выходить Что-то еще Потому что Такая цикличность 10-7 лет Но все-таки Робокоп Дает о себе знать То есть Он не умер А может быть Даже какой-нибудь И фильм В скором времени Выйдет Кто знает Кстати Ребят Кто хочет Почитать Комиксы Про Робокопа На русском Их языке Или поиграть В игры О которых Мы сегодня Говорили Может перейти По ссылочке В описании Я там Сделал Специальный Архивчик Где есть И комиксы И ромы С играми Вообще Вообще Если подвести Итоги Сереж Что мы С тобой Про книжки Поговорили Про игры Поговорили Про журналы Которые выходили Что еще Комиксы Наклейки Наклейки Да Я уже Забывать Начал То есть Обширно Жирком Так франшиза Обросла То есть Много всего Интересного Но все равно Обо всем Мы не сможем Рассказать В данном Видео Поэтому Что мы с тобой Решили сделать Поэтому мы Решили сделать Вот такой Журнальчик В котором Мы собственно И описали И фильмы И игры И основной Акцент Который мы Старались Сделать Это Визуальная Составляющая Журнала Сейчас Издание Журналов Особенно Маленьких Тиражей Стоит Очень Дорого И таких Денег У меня Естественно Нет И поэтому Я решил Организовать Сбор Средств На печать Вот этого Журнала И естественно Я не оставлю Вас без наград Если Вы не хотите Чтобы у вас На полочке Был данный Выпуск Но вы Хотите Поддержать Выпуск Журнала В принципе Ведь Следующим Журналом Будет Журнал Посвященный Аладину То Вы можете Перевести Абсолютно Любую Сумму Которую Вам Не жалко Перейдя По ссылочке В описании В комментарии К донату Вы можете Написать Любые Пожелания По Следующим Выпускам Журнала Даже Если Вы хотите Принять В них Участие Я Обязательно Все Комментарии Прочитаю И приму К сведению Если Вы хотите Один из Номеров Этого Журнала То Переведите Денежку От 700 рублей Ну И выше Конечно И тогда Вы можете Самовывозом Приехать В любое Время И забрать Журнал Как только Выглядит Его Тираж И не забудьте В описаниях К донату Написать Хочу Журнал И свой Емейл Для связи Если Вы живете Очень далеко И вам Нужно Этот журнал Переслать По почте Тогда Поддержите Журнал Суммой От 1000 рублей И как только Выглядит Тираж Я вам Этот номер Отправлю Ну И самые Щедрые Люди Которые Поддержат Более Чем На 2000 Получат Этот журнал Вот в таком Крафтовом Конверте И самое Главное Что кроме Журнала Там еще Будет Лежать Комикс Комикс Зоун А еще Я в этот Пакетик Положу Специальный Подарок Сделанный Своими Руками Конечно Если бы Этот журнал Был Отпечатан Тиражом 1010 Экземпляров Тогда Он бы Стоил Бо Гораздо Дешевле А так Получается Ну Может быть Не очень Маленькая Сумма Я Очень Жду Вашей Поддержки Заранее Всем Спасибо А мы На этом Заканчиваем Поэтому Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Ищите На Соц Сетях До Новых Встреч Всем Пока Субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА